Вон, Алексей, у нас брат, поехал, гулять. Все-все-все, подходите. Ничего не видать. Надо рассечатать, чтобы видно было. А что это такое? Что за книги? Еще там принеси. Там же есть распечатанные. У меня в сумке есть две штуки распечатанные. Там распечатанные то есть. Показать сколько евангелий надо было. Смотрите, надписи не видать будет. Да не надо, верни. Вот оно, надписи не видать. Пожалуйста. Но надписи не видать. Как не видать? Интересно, как здесь сделали, то мне не обдумали, что не видать. С той стороны наверх? Нет, оно с двух сторон не видать. Они не с какой стороны, они его закрыли. Я тут... Эта упаковка сама по себе не права. Давай. Ладно, ладно, положи. Станьте сюда. Вот. В каждой упаковке, каждой упаковке. 20 евангелий. 24,8. Станьте поближе. Вот. Поближе маленько. Рассыпались опять. Пасту. Вот. Видите. Один встал. Смотри, какое пространство. Присоединяйся. Поближе друг к другу. Это не всегда такое будет. Я приеду сегодня в село Буканка. Буканка, я не знаю, Ребрихевского района, очевидно? Ламонтовского. Ламонтовского. Ламонтовского? Да. Ну вот, тем более, то наш район должен сошли. Выбирайте. Сегодня в каждый дом, чтобы было Евангелие. Нигде не задерживаются. Придется место убирать людей, не знаю. Сегодня погода такая холодная. Да. Плюс четыре. Как говоришь? Плюс четыре. Плюс четыре. Ну, вообще четыре. Это уже сейчас-то. Мощь-то застывшая была. Коврики выбросили в баню вчера. Сегодня слиплись вместе. Сморозились. Вот. Фотографируй. Приблизили на лудре моих. Да, да. Я приблизил уже. Вон они где. Ага. Просто нет. Так, не торопитесь. В последний раз обойдите всю деревню. Ну, надо, чтобы каждый дом попал. Ну, надо, чтобы каждый дом попал. Не попал. Не попал. Больше ничего подложить. Есть. Есть там Новый Завет. Нет. Ну, какие вот. Все, это все. Все, во славу Божию. Давайте. Новый Завет. Молимся. Новый Завет. Молимся. Взяли. Господи. Благослови в путь. Истина Твоя, давай сияет над миром. Мы ожидаем пришествия Твоего. Ей гряди, Господи Иисусе. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Давайте. Да чего я люблю провожать и встречать людей. Прямо сидел бы и встречал и провожал людей. Все. А сумку-то мне надо брать? Надо. Это моя, что ли? Дороганка, она так сказала. Ириночка младец какая-то. Ну, Дуся отправила учеников в первый класс. Они с ней пошли. А Дарья кричит и говорит, мамка, пертфель забыла. Пертфель. Пусти на вас. Крикни, скажи, поехали на Благовестие. Выйди, крикни, скажи, пошли на Благовестие. Поехали на Благовестие. Добрый день. Добрый день. С нами поехали. Никто там было. Давай. Давай. На велосипеде. На велосипеде. На велосипеде. По полям. Ой, Господи, мам. Не задел. Закрыли. Хорошо. Господи. Букан. Букан. Какое название? Это интересное. Букан. И вот даем приглашение, чтобы вы знали. Приходили, брали эти книги. Вот такую еще книжечку дарим. Она не православная, но здесь все правильно написано. А есть у вас Евангелие или Библия? Есть. Есть. Дай мне тебе Евангелие подарить. А выход в интернет? Только Евангелие... А выход в интернет у вас есть? Нет. У вас православные Евангелие? Да. А у меня они православные. Как бы... Одинаковая. Ну, она одинаковая Библия. Ну, просто на русском языке. А, и у вас на церковном? На русском. На русском? У нас все тогда. Ну, вот так. Вот так вот, вот так вот. А тут вот приглашение, вот так вот что-то заклинит. Можете братья читать? Так вот. И дарим вот такие вот браслеты. Почему я вела? Они не православные, но там все правильно написано. И Евангелие в апель, нету, тогда вот дарим вам Евангелие. Спасибо большое. Читайте. Я давно хотела. А у вас выхода в интернет нету? В интернет не выходите? Нет, да. Спасибо. Бог помощи вам. Вы попали на сегодня литературная гостиная. Вот у нас наш край называется сегодня. Как называется тема? Это Краултайский край. Вы, значит, вовремя приехали. Да, вы приехали вовремя. Мы вас приглашаем. Отдай им это. Пусть они с нами посидят. Я поснимаю ничего. Вы хотели бы всех жителей ваших пригласить сюда на беседу? Ну, как правило, мы сейчас по воскресеньям приезжаем в каждое село Мамоточки района Безжа. У нас такая миссия, подповеданная Христе. Сколько домов у вас уже? У нас домов не так много. Ну, это вы знаете, надо писать объявление, наверное. Развешивать посидим. Ну, знаете, объявление мы без этого обошлись. Мы прошли бы по домам. И, скажем, на часа два и три по договоренности с директором. Можно так сделать или нет? Вот сегодня именно. А сегодня? На два, на три часа. Да, на два, на три часа. Да, сегодня. И тогда можно там рассказать и о нашей деревне. Ну, главная тема, конечно, это Христос и Библия. И о нашей деревне. Что у нас там есть, какие, так сказать, достижения. Маленько нам расскажите, больше вы не соберете. Больше вы не соберете сегодня, уже все, люди не... Вы до скольки работаете? Ну, вообще я до часа. До часа. Так, еще один вопрос. Вы относитесь к тому течению? У вас главный Александр, батюшка? У нас на течении, у нас православная церковь. Ну... И был недавно епископ Сергий, Барнаульский-Алтайский у нас. Ну, Максим. Ну, вы тоже как-то... И Максим Сергий сейчас. А, Сергий, я знаю, понял. И он у нас был, очень ему понравилось. Он там потом в епархии приехал и говорил, вот как верить надо. Да. То есть там перед своими выступал. У нас... У кого есть выход в интернет? У всех есть. Вот такие визиточки. Возьми это. Визиточки я раздам. А я всем могу, у кого есть выход. И там на сайте, точнее не на сайте, а на канале Ютуб, можете эти ролики увидеть. Прям наберете канал «Восвете Библии». Вот, пожалуйста. А там ссылки все есть. Да, там ссылки все есть. На обратной стороне. И посмотрите нашу встречу с Владыкой. Он приезжал к нам, было богослужение, поэтому у нас было торжество, так сказать, с епископом вместе. Ну, а деревни кратко скажу, раз вопрос задали. Да. Деревне уже 23 года. Это мы раньше из газет все читали. Как вы там начинали? У нас есть школа. Вот я там работаю учителем. Три учителя, семь детей. Пока семь. Мы давали объявления. Давали объявления. Присадите. Ну, я в машине насидел. Да, да. Мне лучше стоят. Вот, чтобы, если будут беженцы, на каких основах там они могут приехать. Дело в том, что мы не каждый принимаем, так скажем. Почему? Потому что у нас основные пять принципов. Не пить, не курить, не лгать, не воровать, не материться. Это очень для нашего русского человека. У меня, наверное, Игнатий Тихоич Лапкин ходил. Ну, в Барнауле очень много беседов. А он, кстати, живой еще? Живой. Он нас сейчас провожал как раз. Слава Богу. Он говорит, я люблю провожать и встречать. И вот он нас провожал в поездку по деревне миссионерскую. И когда он в администрации там был, в Барнауле, и рассказывал, там аж женщины плакали. Да неужели, говорит, есть такое место в России, где вот такие вот пять принципов. Наразать надо решить. Ну, слава Богу, 23 года у нас каждый на своем подсобном хозяйстве. Есть фермер свой. Вот Игорь Александрович Барабаш. Вот как раз жена его приехала шофером у нас. Как у вас культурные мероприятия проходят? Проходят у нас. Когда спросили у одной девочки, она моя ученица, как вы там живете в деревне. У нас все говорит по-старому. Три праздника. Рождество, Пасха и День деревни. Вот так она кратко сказала. То есть мы готовимся к этим праздникам. У нас концерты, божественные песни. Вот можете на ютубе здесь это все увидеть. Здесь все выставлено. А скажите, пожалуйста, вот у вас строение нового сейчас типа, или деревня старая, уже отживающая, или как? И сколько у вас дворов? Нет, у них бревенчатые дома. Дворов у нас сколько? 16. Дома, ну, обыкновенные дома, как у вас. Есть садинга, есть садинга, современные. Есть садинга. Есть такой садинга. А у вас также иконы есть? У нас епископ был, у нас все есть. Иконы. Все православное. И вы креститесь. Также, Господи благослови, крестимся, да. А с какой цели приезжал епископ? Епископ, у нас был престольный праздник 16 сентября, день памяти священного ученика Анфимы Некомедийского. У нас община местная, назван день его памяти. И мы приглашали священников, вот Мамонтовский наш, ваш, отец Виталий, да, я с ним лично знаком, уже не первый год. Потом с Романова приглашали, но он не мог приехать, там какие-то причины были. Завьяловский приехал, и сам Владыка своим секретарем, отец, я не помню, как зовут. Ну, вот несколько священников и епископ мы были на торжестве у нас. Ему очень понравилось, можете увидеть это в роликах, он доволен очень, да. А вот так, если мы, допустим, взяли машину, бы откупили и приехали к вам, вы бы нас пустили туда, в свою деревню? Или надо созваниваться заранее? На экскурсию выходить? Да, просто побеседовать с людьми, поговорить. А если к вам переехать, жить, то как это надо? Переехать, ну, не пить, не курить. Если вы дадите обещание на основании пяти принципов жить, это если вас устроят, то пожалуйста. А как жилье там предоставляют или покупают? Там строят сами. Видите, на свои средства все строить, на свои средства. Каждый, кто приезжал, сами строили. Но помощь, конечно, кто может, чем поможет. Но так нужно самим трудиться. Так, еще такой вопрос. От приезжащей камень вода не течет. То есть у каждого свой огород. Огороды большие, бывает, суток 20, разные огороды. Ну, живете за счет подсобного хозяйства. Подсобного хозяйства. Скажите, а у вас в школе обучение детей по какой вы программе? Как в обычных школах. Да? Да. Химия, физика, математика, все светские, так скажем. Так, а вам платят зарплату в школе? Вам платят. У нас, видите, школа, как бы она, сказать, как филиал Корчина. А, все понятно. То есть мы в Корчинской школе находимся. Ну, не знаю, на совещание. И у вас три учителя там. Девушка ваша приезжала. Да, три учителя. Также историю России изучайте. И, конечно, и там какие-то божественные. Всеобщую. Нет, здесь в школе-то мы не изучаем. Божественные. У нас отдельно воскресная школа проводится. Здравствуйте. Задейтесь, пожалуйста. Если бы, конечно, сердце ваше расположилось, на часа два или три пригласить сюда жителей. Это надо бы заранее, видите. Обычно много не приходит. Если бы, знаете, если бы заранее вы сказали, а так как бы написали бы объявление. Видите, в прошлом воскресенье мы хотели ехать в ладошку, потому что он помешал. Если бы мы заранее так все это не планируем. Видите, я-то всего один раз. Ну, все уже. Ну, а вы сейчас же не хотите провести это? Мало вам, да? Да больше не соберет. Да сегодня больше не соберет. Бывает, что, вы знаете, в одной деревне пришло 12 человек. Мы были вот в Корчино, Урывки, Катниково. Где мы еще? Подстепная. Подстепная, да. А вам что, надо ехать куда-то? Вы не можете. А сразу бы провели, все, мы бы послушали. Что-то и раз в октябре, кто не соберется больше. Видите, жителей надо оповестить. Мы дарим в каждый дом Евангелие. Дарим вот такие брошюрки, можем вам подарить. Почему я верю? Это очень хорошая брошюрка. Здесь о Боге все правильно говорится. Хоть она не православная, но здесь о Боге правильно говорится. Ну, я думаю... И в каждый дом заносим Евангелие. Вот с этой целью. Если у кого-то нет Евангелия, то будем дарить там. И оповестись. Ну, вот здесь и со школы представители, и с многих. Это хорошо. Вы можете и провести, мы почему и говорим вам. Тут учителя. Мы с вами уже и беседуем. Да. Мы проводим беседы. Можете посчитать, что вы с нами уже провели. Нет, но если вы, допустим, у вас есть время пройти... По домам-то пойдите. По домам пройти. Пройти, и чтобы люди пришли. Пожалуйста. На часа два бы назначить. А сейчас сколько время? Ну, сейчас двенадцать. Двенадцать? Ну, мы говорим, что больше стоя не собираются. Больше стоя не собираются. Сейчас огороды, мы просто его знаем, девчонки. Да, мы... Бывает, вы знаете, в каком-то селе один человек пришел. Но ради этого человека мы проводили беседы. Потому что душа человека дороже всего мира. Душа. Нет, ну, а... Пусть после этого... Вам предлагают столько вот мы людей здесь сидим, и вы не хотите провести беседы. Да почему? А может, вы бы провели здесь, а потом... А потом бы шли по дворам, и... Это самое... На некоторые вопросы-то мы уже ответили бы. Да. Потому что мы дети, допустим, сейчас мы разойдемся, мы к вам уже не придем сюда. Из разных концов, да. Да мы уже и послушали. И потом, допустим, я вот читала и интересовалась, как у вас развиваются там события. Мне это вот, допустим, интересно. Вот. Я вот с удовольствием вас послушала. Это в наших книгах-то все... Вы знаете, что книги открыты в окне здесь у вас? Там все о деревне, фотографии. Все это там есть. То есть вы можете посмотреть, сейчас прямо поинтересоваться. Надо поинтересоваться, где книги-то наши. Они стоят у меня здесь. Правительство, я не знаю. Вот, пожалуйста. Дело в том, что... Вам дали. Надо потом Евангелие еще. Если нет у вас Евангелия, то... Подарим. А вот они все стоят. Но дело в том, что, видите, как бы нам сейчас их сильно-то нельзя выставлять на показ. Почему? Ну вот как-то вот у нас вот... Сейчас у нас это строго стали. А что строго? Это же православные, это же не какие-то сектанские. Православные, я все понимаю. Ну, как бы это, что не должно быть на виду. Кто у меня спрашивает, я даю, меня берут их. Ну, я, видите, я недавно здесь работаю. Вот что мне досталось, вот они все стоят у меня. Ну, их 38 должно быть. Ну, вот, вот только что. А вы же надом даете еще, да? Надом, который я даю, при мне, который я давала, их мне возвращают. Ну, при мне, вот, я говорю, вот что досталось у меня, ну, у меня вот здесь стоят. Интересно. А куда, что делать? Потому что у нас была библиотекарь до меня, она ушла. При ней это все дарилось. Там, ну, я не знаю. Там же была башня, почему? Что, есть там, да, книги? Ну, не все, почему-то все, что 10. Вот эта женщина с вами же? Да, это Лапкина Надежда Васильевна. Вот она, жена Игнатия Кончалова. Да, ему большой, огромный привет передайте. Поживайте ему здоровья. Давайте так сделаем. Сестра у нас останется, она тоже в миссионерской деятельности занимается. Она учительница большая. И будете проводить беседу. С удовольствием. Давайте. Вот они вопрос задали уже в деревне, я кратко рассказал, а мы пойдем пригласим сюда. Людей. На часа 2 или 3, как лучше нам? Ну, 2 часа. Ой, вы знаете, я тут обмерзну, если я буду долго сидеть, у нас не топится. Ну, 12, первый час, давайте на 2 часа. Давайте хотя бы к часу, может. К часу, видите, мы не успеем обойти. Ну, вы все дни, это будет вот здесь поближе. Или наоборот проедете. Стараюсь опойти. Как можно больше. Сейчас все с огородами. Так, ну давайте беседуйте. Да пусть идут. Пусть идут. Пусть идут, вот. Молодые пойдут. Может, погрейте с чайком сначала. А у вас ничего нету такого, чтобы записать беседу эту? Что? Вот у вас нету, не видим, ничего, чтобы записать беседу эту? Нету, да? Нет, нету. Здесь записывать не очень сильно не надо. Нет, почему? Можно меня в сумке лишить. Меркафон, возьми, 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 возьми. Так, ума. Все тогда? Это же молодецкий. Мы не сидим. Так, я думаю, что никуда не надо, раз такое будет. Мы подомогу. Православные христиане здесь не потеряются. Мы сегодня вот раздаем приглашение, что в вашу местную библиотеку не тратят. Как завозить? Как завозить? Как завозить? Вот. И выход на контент, там интернет у вас на есть, да? Есть. Вот, возьмите. Здесь ссылка на форум, на сайт и на ютубе наш канал есть. Там тысяча семьсотрудников. Додумать спасения в душе и в вечности. У вас дома есть Новозаветовый библиотек? Да. Да, есть, да? А то мы четверо и ванну для вас дают. И вот книжечка. Она не православная, но хорошая. Возьми их и почитай. Там много полезного. Все. Бог помощи вам. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Сказал у вас хорошее. Ладно. Тысяча четырестый год. Поехали в село Бухамо. Будем ходить по домам, распространять Слово Божие, Святую Евангелие. Вот сейчас загружаемся. Я беру рюкзак со святыми вангелами. Рюка не надо загружать. Пускай в машине лежит, чтобы не мокнет. А у меня не намокнет. У меня не промокнет. Я просто все лично. Вы загружайтесь. Значит, вот здесь приглашение. А вот тут визиточки. Так, а где, почему я верю книжке? Почему я верю, вот почему. Вот почему. Верю. Ладно, я лишнее снимаю. Когда начнешь ходить, то холодно не бывает. Кто замерз, можете приезжать на благовестие, согреться. И духовно, и телесно. А сегодня у нас плюс четыре, вот с утра было. Сейчас, может, помягчало, пойдет. Вот дождь пошла. Ирина, покажи, что там приглашение. Не с другой стороны. Иван, ты столько не возьмешь, сколько приглашений. Ну, да. Да, ну, поэтому будьте рядом с нами. Я говорю, может быть, мы будем по очереди сыра. То и руководите, то и руководите. А, Ирина Ивановна тоже умеет колесницей же управлять. Да-да, так что не скромничай. Посохи, Ирина. Посохи берите. Я, наверное, сегодня положу его. Дождь идет. Фотографии-то сделаю, брат. Несколько посохи надо взялся. Да, вангеские посохи. Евангелие единственный ответ. Как раз, кто не знает, что это за песня, войдите на наш форум, узнайте. Дьякон возглашает премудрость воннюю. Ну и так далее. Сейчас некогда петь нет. А скажи, как называется форум? В ангеле единственный ответ. Сайт как называется? Сайт. Православный, английский сайт. Форум. Форум Игнатия Тихоновича Лапкина. Вот на форуме наше песнопение. Как раз музыка моего сочинения, слова Игнатия Тихоновича Лапкина. Заставляем приглашение. Почему я верю? Вот сюда. Вот только плохо, что здесь дождик может замочить. Вот так вот с краю может быть. Не так будет. Да, он тут. Господи, благослови, обязательно перекрестить. И путь божий дальше идет. Это у нас вот сестра Лена Барабаш едет на машине. Подвозит книги сразу. Если нужно. Так вот мы переходим с дома в дом. Несая людям вечной Евангелия. Заходим сюда, Господи, благослови. Бывает немного по Святой Евангелии. Наверное, спят. Там внутри закрыто. Хозяин или хозяйка дома? А там веранда есть еще. Веранда. Евангелия единственный отвес пронесли вам. Вот, если почтовый ящик, то он здесь. Или ты достучаться хочешь? Вот, почтовый ящик. Ну давай почтовый ящик. Господи, благослови. Хозяин или хозяйка дома? Вроде как идет. Да, кто-то шевелится. Может бабушка. Бабушка, может, больная такая, которую не видит. Сейчас у меня бабушка не взяла, я, говорит, не вижу ее. Ну а кто-то, говорю, внуки, правнуки, они уже уехали. Вот до такого состояния доходят люди, что не видят уже и ходить не могут. Можно бесплатно брать и читать их? Все понятно, спасибо. И вот, у вас выход в интернет есть? Не, ничего у меня нет. Кого? Я не боюсь, что забываю. У вас дома есть новая Заветная Библия? Есть, мне даже вы же давали книгу большая. Давно уже, наверное, да? Года два, наверное, как-то. Нет, не два. Мы здесь были лет пять тому году. Даже больше может. Нет, ну большую книгу не надо. Может, что-то другие приходили. Баптисты-то, да? Мы православные, может, баптисты, да? Ну, может быть. И вот книжечка вот такая. Есть у вас такая книжечка? Почему я верю? Вот очень поучительная. Она не православная, но хорошая. Ну, спасибо. Все, Бог помощь вам. Спасибо и вам тоже. Спасибо. Угу, Бога. Можно вас на минутку? Добрый день. Мы православные христиане с деревни Хатеряевка. Сегодня раздаем такие приглашения, что ваши местные летники есть православные книги. Мы несколько лет назад завозили вам сюда. Можно брать их, чтобы начать. Водома Нового Завета есть религиозная? Нет. Нет? У меня есть икона только православная. Нет, а Нового Завета тоже надо читать. Евангелие, вот четверо Евангелия. У меня детская есть. Нет, это детская, это не те. Просто это сибирская благозвонница. То есть это православная, надо думать, что у нас ситамки. Да я знаю. Потерять. Ну, я слышала, мечтала. Позьмите. Позьмите. Это мы бесплатно. Хорошо, спасибо. Все, Бог помощи вам. Прости душу свою. Ну, это я, как я прославилась. Не интересует. Калик, надо так. Ну, что сделаешь? Вузок, ведущий путь к Господу. Широки врата ведущих погибли. Не каждый выбирает этот путь. Вон, женщина, подойди, Ирина. Вон, бабушка выходит. Сразу. Извините, никто мне ничего не привозил. Нет, в вашу библиотеку. А, ну и что? Буканская. Мы сдаем приглашение в вашу библиотеку. Видите, написано. Что это за книги? Я думала, вам не привозил. Нет, нет, нет. Ну, вообще не вашей веры. Мы, Катя, А у вас дома есть Евангелие? А Евангелие? Новый Завет. Нет, мы молодые, разве мы можем? Это бабушка у нас читала, и мама. Мы, там нет. Нет, мы бесплатно раздаем вот это вот. Четверо Евангелия. Да, да, да. Для чтения. Я его не прочитаю, он отпечатан и по-современному. По-современному. На русском языке. Вы же русский язык. Переведено на русский язык. Вот, четыре Евангелия. Возьмите, это издание там. Мы бесплатно, нам даром даром даем. Положите сюда. Господь говорит, что исследуйте Писания, ибо вы думаете, через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне, то есть о Христе, о Боге, о Создателе. Так что это очень важно читать. Ну все, Бог помощи вам. Спасибо. Заходим всегда аккуратно, потому что могут быть собаки. Почему и с палатскими. Называется Евангельский посох. Вот он. Замок, да? Ну все тогда. Приглашение в почтовый ящик. Вон там. Мы там оставляем. О, серьезно, песик. Проснулся, но... Он не ожидал таких гостей. Это село Буканское. Мы распространяем Слово Божие, Святое Евангелие. У вас есть в доме Библия, Святое Евангелие? Но если есть, то мы... У нас мало, поэтому мы не всем даем. И распространяем такие приглашения. Возьмите, пожалуйста, в вашу библиотеку завезли книги. Почему я верю? Это не православный, очень хорошая брошюрка. А выход в интернет есть у вас? Нет. Нет, в данный момент нет. Почитайте Слово Божие. Занимайтесь по Слову Божию. Господь призывает к этому. Чтобы веровали во Христа, спасли душу свою бессмертную. Вся наша жизнь, она пройдет как мгновение. А там дальше вечность. Храни Господь и Матери Божьей. Всего доброго. Дай Бог вам здоровья. С Богом. Господи, Господи, Христос. Вот в окно постучись сразу, чтобы мы это услышали хозяева. Здравствуйте. Мой православный христианец потенка потеряется. В прошлом году привозили вам книги в вашу библиотеку. А сейчас вот вы раздаем приглашение. Какое приглашение? Приглашение в библиотеку. Вот. Что в вашей местной библиотеке? Девятый и десятый, доченька. Мне не надо никаких книг, ничего нет. Я не хожу. Так вот и наоборот, вам нужны эти книги. Эти книги... Зачем? Подготовка к вечной жизни вашей. Ой, девятый и десятый. Господи, ничего не надо нам. А Евангелие у вас есть? Все есть. Читаете Евангелие? А как? Читаем. Все тогда. У нас от отца все приданное. Ладно. Пожар. Только там вертушку закройте, а то в коровы зайдут. Хорошо. Ладно. Мы привозили книги в вашу библиотеку. А сейчас насдаем приглашение. Ой, не надо, пожалуйста, ради бога. Я вас прошу, не надо. Ну, подождите, подождите. Не надо, пожалуйста. Я развернусь и выйду. Ну, че, почему? Подпреступлю-то. Вот такие бывают реакции на видеокамеру людей. Сразу бежать. Да, люди разные. Ну, это типа верандочки. Мы в дом-то не заходим. Сам-то дом вон там. Да, понятно. Вот так сюда пройти. А, тут загромождено все. Дом-то мы не заходим. Вот какое дерево было. Ну, да, видимо топорное, скорее всего. Тополя большие. Хозяин ли хозяйка дома? Святое Евангелие принесли вам. Отворяйте, люди, двери и сердца для Христа. Привет вам. Мы православные христиане, спасен, что потеряет. Распространяем Слово Божие. У меня уже, знаешь, сколько это самое? Есть Слово Божие. Дофига и Божие. Библия имена. Именно Библии нет. А вот хотели бы? Не надо. Мы даром получили, даром даем. Во имя Иисуса Христа. Не надо, ребята. Не надо, к сожалению. Да, у вас, понимаете, такие эти самые, как их, улыбочки не очень-то приятные. А ну, а какие должны быть улыбки у нас? Не знаю. Мы радуемся, что несем Слово Божие. Поэтому мы улыбаемся. Иди улыбаться. С Богом. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Аминь. Аминь. Сейчас Лена зашла. Там где-то почетный житель села живет. Вот тут, напротив. На русле почет отмеченный, да? Наверное, старый какой-то. Да, бабушка старая. Но она взяла Евангелие, все. Перекрестилась. Это шли апостолы и другие последователи Господа нашего Иисуса Христа, заходя в каждый дом, проповедуя Святой Евангелие. Полный рюкзак, идущий к вечной жизни. Дождик, но это не помеха. Люди на север ездят, морозы ходят. Несут людям вечное Евангелие, а мы-то... Восенич. Мы православные христиане, распространяем Слово Божие, спотеряемки мы. Есть у нас Святой Евангелие дома, Библия? Библия, нет. А хотели бы приобрести? Нет, это бесплатно, мы дарим в каждый дом. Господь говорит, даром дано, даром отдавайте. Даром получили, даром давайте. Да. Хотели бы Святой, Словом Божьем, прегрестанским? Вот так можно. Пожалуйста, даром. И вот вашему демотеку мы привозили книгу, приглашение. У вас есть выход на карманы? Да, нет. Обычно у нас есть сайт и форум, как и канал, YouTube. Вот, пожалуйста, визит. Почему я верю? Она не православная, очень хорошая. Ну, курить бросайте. Господь, Господь, Господь. Да, вот прям решительно. Раз, и все, и право с этим. Господь за это нам спросит, что мы тело свое, храму ложь губили. Кто разрушит храм себе, то не покоряет Господь. Храни, Господь, читайте. Слава Божьем. Шутками богопучки. Слава Господу. С Богом. С Богом. Бросайте, тут же выкинул. Надолго ли? Как бы на совсем это было бы сделано. Пилосик серьезный. Здравствуйте, а родители есть дома? Родители, наверное. Никого нету? На минутку можно вас? На минутку. Можно тогда вас на минутку. Сторож. А, он за родителями. Про интернет называю я. Спрашивать. Здравствуйте. Для истории. Для истории. Не надо историю. Зачем нас историю? Что вы хотели? Мы православные христиане из поселка Потеряевки. Несколько лет назад в вашу библиотеку привозили книги. А теперь приглашение разносим в библиотеку. Там все написано, что за книги. И бесплатно раздаем вот такие вот брошюрки. А, буклеты просто? Да, это буклеты, а это вот брошюрка. Почему я верю? Она не православная, но тут много хорошего написано. Понятно. А Евангелие у вас есть? Нет. И тогда вам дарим Евангелие. На русском языке. Четыре Евангелия. Ну ладно. Все, спаси Господи у вас. Спасибо. Сыра ходить. Скользко. Мир вам. Мы православные христиане. Спаселка Потеряевка. Распространяем Слово Божие. Евангелие. Есть у вас в доме Евангелие? Библия святая? Нет. Хотели бы приобрести? Мы даром получили, даром даем. Господь Павелета. Ну давайте. Во славу Божию. Спасибо. Еще дарим приглашение вам. Почему я верю в брошюрку? Она не православная, но очень хорошая. Дедушка, а выхода в интернете не имеете вы? Нет. Нету, да? Молодежи у вас не туристы. Нету, нету. У нас один телевизор и институт. Храни Господь и Матерь Божия. Ага. Читайте Слово Божие. Слава Христу. Только правильно креститесь. На лоб, на чрево, на плечо правое и на левое. Да, ну ладно. И вот пальцы складывайте правильно. Вот так. И пригибайте вот эти вот. Маленько. Вот. Вот так, да? Господи благослови. Храни вас Господь. Ага. Спасибо. Аллилуйя. Спасибо. Слава Христу. Дай Бог вам здоровья. Библия в доме есть у вас? Нет. Нет. Хотели бы приобретать бесплатно? Ой, во славу Божию. Да и Бог вам здоровья. И дарим вот такие приглашения. Вы там, извините, пожалуйста. Да, ну пожалуйста. Во славу Божию. Вам тоже. Клава, привет. Привет, мы здесь. Мы православные христиане с поселка Соперян. Ну, ну. Распространяем Слово Божие. Есть у вас в доме Библия, Святой Евангелие? Даже не знаете. Но хотели бы приобрести. Ну, это зайдите, он там, женщины у нас. Я в этом деле ей. Мы даром получили, даром даем. Да возьмите. Мы время не теряем. Мы хотели всех обойти, оповестить, Слово Божие подарить. И вот такое приглашение, пожалуйста, ознакомьтесь. Прошу-ка, почему я верю. Она не православная, но очень хорошая. А есть выход в интернет? Ну, у дочерей-то, наверное, есть. Все, на. То есть они с вами живут? Ну, почему? Они приезжают в гости? Они приезжают. Ну, вот им можете подарить. Хорошо. На сайт своих православных близких. Храни Господь и Матери Божьей. Я был там у вас. Видел, как у вас сейчас жизнь, как была и как сейчас. А давно вы были у нас? Да нет, наверное, вот весной. А как фамилия-то ваша? Борисенко. По сравнению, как было и как сейчас там совсем другое все. Храни Господь. Слава Христу. Борисенко. Может, Игорь знает, что-то по многим и знаком. Наш фермер. Да, конечно. Что там говорить? Так, вот здесь вот. Может быть, так. Что-то щелка какая-то. Не, вот так вот. Кажется, из-за муки. В Евангелии единственный отвес принесли вам. Открывайте. Да. Пустите свет Христов. Снимите Слово Божие. Познайте Христа. Хозяин или хозяйка дома, мир вам. Мы православные христиане. Поселка Потеряевка. Распространяем Слово Божие. Есть у вас дома Святой Евангелие, Библия? Есть? Вот, дарим приглашение. Пожалуйста. И брошюрку, Почему я верю. Выход в интернет имеете? Да. У вас хорошая связь. Ну как? Это бывает по деревням не очень хорошая. Ну пожалуйста. У нас православный 200 сайт. С обратной стороны канал YouTube. И форум. Можете выходить там и участвовать, вопросы задавать. И форумы. Слово Божие, толкование. Все может скачивать, слышать. Храни Господь и Матерь Божьей. Всего доброго. До свидания. Добрый день. Ну тогда вот еще разлиточка нашего сайта. Ой, да вы хоть не снимайтесь. Да и чего вы. Что ты не смотрел. Хорошо. Спасибо большое. А покажите книжечку, пожалуйста. Что бы мы дали. Ага. Спасибо. До свидания. Все. Бог помощь вам. Ага, спасибо. Посох. Старайся его не оставлять. Хозяин или хозяйка дома, мир вам. Мы православные христиане с поселка Потеряевка. Распространяем Слово Божие. Есть у вас в доме Библия или Святой Евангелие? Нет, я не отношусь к этому. Дарим. Не надо меня снимать. Не хотите, да? Не надо меня снимать. И Слово Божие не хотите брать? Нет. Очень жаль. Каждая душа на суд явится. Как пред Богом явитесь? Это легкомыслие как-нибудь. Вы приглашение возьмете? В вашу библиотеку привезли книги. Православные. Православные христиане. Книги имеют возрождающее действие. Ой, вы же у меня мокрый. И брошюрку «Почему я верю». Вы задумайтесь все-таки о Господе. Жаль, что вы и Святой Евангелие-то не хотите брать. Эта душа у вас удалилась от Господа. Надо приблизиться к Нему. Он сам говорит, «Приведите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас». Храни Господь и Матерь Божия. Обратитесь ко Христу. С Богом. Спасибо. С Богом. Сразу же почетный житель села живет. Хозяева! Лучше постучаться. В окно. Хозяева! Добрый день. Добрый день. Мы православные христиане. Приехали из Потеряевки. В вашей библиотеке есть очень много интересных книг православного проповедника. И вот даем такое приглашение, чтобы вы ходили в библиотеку и читали книги. Понятно. Еще дарил вот такую книжечку хорошую. Она не православная, но здесь все правильно написано. Ладно. А у вас есть библия или евангелие? Нет. У меня библии нет. У меня там какая-то книжечка есть тоже. Ну вот тогда евангелие вам дарим. Будете читать. Спасибо. Буду читать. Все. Богом. Все. Бог помощь вам. Бог помощь. Хрестюсь. Спасибо Христос вас. Это село Буканское. Мамутовского района. Сестра Ирина Устинова. У меня игрушка не стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Православный честянец поселка Потеряевка. Несколько лет назад в вашу библиотеку привозили книги известного проповедника Знайся Лапкина. Но сейчас раздаем приглашение в эту библиотеку, чтобы вы помнили об этом, брали и читали эти книги. И дарим им вот такие вот брошюрки. Почему я верю? Это не православные здания, но там много хорошего. А библия есть в вашем доме? Нет. Нет. Или евангелие. Ну тогда дарим вообще и евангелие на русском языке. Понятно. А у вас выход в интернет есть? Да. Интернет-вуховный везде, да? Да, везде. Это еще наш сайт. Там много полезной информации. Буховный. Все, бог помощи. Бога. Не все принимают. Кому дано. Кто избран. А вот еще. Что? А, или здесь уже женщина. Вы тут уветы? Я там уже. Хорошо. А вроде они уже здесь. Они так дают. Давайте мне евангелие. А вы мне не дали евангелие. Да, вам же никого нельзя. А вы мне не дали. Я так что-то рассказали. Я думала, вы продаете. А вы так даете. Нет. С даром получили, да? А хозяев-то можно увидеть? А нету хозяев. Они сейчас поедут. Сашка телефон тебя ждет. Я иду. А у вас выход в интернет есть? Ну я уже. А долг, долг. Ага. Суперно. Вот там подводим. Мир вам. Мы слово Божие распространяем. Не желаете взять? Не евангелие не на дорогу почитаешь. Есть у вас Библия дома? Да. Ну если есть, то мы тем не даем. У нас ограниченное количество. А хорошо, у меня есть Библия. Маленькие. А это что Библия, да? Это четверо Евангелие. Из Библии четверо Евангелие. Из Нового Завета. Библия. Она живет в Казахстане. Какая разница. Ну и что? Там войдете. Выход в интернет есть у вас? Он есть у дочери, да? Ну вот войдете на наш сайт. Можно в Казахстане. Угу. Спасибо. Храни Господь. Спасибо. С Богом. Значит слабый пол вышел из строя. Сильный продолжает действовать. На то он и слабый пол. На то он и слабый, да. Я еще не промок слава-то не слава. Ну руки, а черники. Они не отпадывают, не обмораживаются. Ну замерзли немножко. За нас молятся везде. Во Франции везде молятся. Нам ли сидеть в машине греться? Не пойдет так. Я не согласен. Господи, буду поить. Давай. Дай-мус. Слово Божие. Есть Библия. Есть нам. Есть там. И вот дали ему такие приглашения и брошюрки. Почему я верю? Возьмите, пожалуйста. Ну мы читаем. Вы как в интернете имеете? Имеем. У меня дочь болеет раком. Печал. Мы все-все вот это вот читаем и молимся Богу. Возьмите сад православного библейского. Господь посылает болезни на, по грехам наших. Поэтому надо понимать, что это духовно. Ну она молится, читает икону сейчас взяли, пан Фанасия какая-то икона. Она измечает. Я не знаю, много икон. Там Игнатьич нас встречает. Нас. Слава Богу, Господь благословил наши труды. Приехали в Потеряевку вот. Вот она встречает в палатке. Видимо, дождь ушел. Я уже часа три, но моя еще здесь. Да ты что? Живого нету, не ел ничего. Ты почти ел. Не ел, не пил. А мы одну лепешку съели дорогой. Ну вот, а я в рот еще не брал. Не до этого. Помоли, дай мне. Сейчас вышел. Три часа моя еще. До дороги обратно. До дороги обратно. Значит, сумочку надо Ольге Воровой передать. А ты знаешь, Венок, кто сегодня у меня был в подно-польсковике работал? Знаю. А откуда? Звонила. Да еще так получилось здорово. А начало сначала от некий, все я не знаю где. А кто я, Ерема? Ерема. Вы так отличие получили? Молодец просто. Поговорил я насчет Венки. Его не могут, у него пыль, бронхи или что. И как бы арбузы взят. А откуда это арбузы? А вот мы встретили кореянку. Она им продает арбузы. На своем поле выращивает. И она говорит, духовное вы мне даете, а я вам вот такую пищу дам. Так евангелие еще не все раздали? А там есть евангелие у них, у многих. Да мы проехали эту деревню, второй раз идем по ней. Ну, спаси Христос, все на этом заканчиваем. Завершающее благовестие. Очень доволен. Оооо, сколько арбузов-то, да каких арбузов? Их надо сейчас в тепле подержать и может быть есть. Так Ленит оставили? Нет, это вам, вам два, это Андрия Васильевна сама себе купила. Главное, ты все работы не проделываешь. Это боль в память все равно. Тут пройдет время какое-то. Володя, ты мне принесешь арбузики? Ладно, ладно. Слава Богу. Слава Богу, да. Все, захватите. Леночка, спаси Христос за все. Все, все. Все только начинаем. Так, компьютеры стоят там в стенках. Сейчас заберете. Будем готовить. Отправлять в Барнаул, а потом в Баронюш, Сергею. О, отлично. Ой, как здорово. Лот, иди сюда, посмотри. А проста ли где? Иди сюда. Посмотри, сияющая. Ну-ка, приблизь ее поближе. Это вот Лена Барабаш за машиной, за рулем ее машина. Виктор. И вот Господь благословил, завершаем на этой неделе, мы уезжаем в Барнаул. Ну, видимо, на этом все. Там лидер в Барнауле будет. Да, слава Христу. Благодарим. Неский поклон. Поблагодарим Бога. Господи, слава Тебе за услышанные молитвы. Хвала Тебя, наш Господь. Благослови эту колесницу, транспорт, и сестру Елену, и селение сие, и дом каждого семейства. Даруй стране российской мира, и на Украине. Утишь и враждующих. Пришли добрых поселенцев, знающих Тебя. Мы уповаем на Тебя. Ты благословил наш вход. Благослови и выход. В мире и любви. Хвала Тебя, Отественный Святой Дух. Аминь.